здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу познакомить вас с очередной инвестиционной идеей эта идея инвестирования в ноту цифровой китай смотрите в чем заключается идея это отзывная нота цифровой китай срок действия три года валюта евро что характерно почему потому что но последнее время аналитики открытия прогнозируют снижение доллара и мы уже начали видеть это дело относительно других мировых валют поэтому они все больше и больше внимания уделяют инвестициям в евро и и что очень важно да минимальная сумма инвестирования 10 тысяч площадка оформления фондовый рынок глобал то есть глобальный фондовый рынок эмитент ноты определяется конкурсом но это будет как обычно скорее всего очень крупный инвестиционный банк скорее всего это будет коммерс банк или на тиксис или на швейцарский банк эмитент как всегда это на очень очень серьезные эмитенты вот далее базовые активы инвестирования а либо багруп холдинг ли лимитед байду инкорпорейтед вейбо корпорейшен момо инкорпорейтед вот ну сейчас более подробно об этом ставка купона 10 процентов годовых купонная выплата условное что значит условное что купон выплачивается с условием с некоторым периодичность купонных выплат ежеквартально снижающийся барьер сто процентов на конец первого квартала девяносто восемь процентов на конец второго квартала и так далее по два процента барьер отзыва снижается то есть если акции всех четырех активов выросли выше чем барьер отзыва то но то закрывается возвращается все инвестированные деньги и плюс очередной купон который как я уже сказал 10 процентов годовых то есть два с половиной процента от суммы в квартал то есть 250 долларов квартал выплачивается по данной ноте защитный барьер 65 процентов это герд пуд вот купонный барьер с эффектом памяти также 65 процентов они совпадают то есть если на момент периода наблюдения вот одно условие выплаты купона хотя бы одна акция опустилась ниже чем 65 процентов от от ее первоначальной стоимости момент открытия ноты то соответственно купон очередной не выплачивается но есть эффект памяти то есть если акция вернулась в тот диапазон то все продолжает выплачиваться вот это первый риск который есть и второй риск если в течение трех лет значит по истечении трех лет если нота не закрылась досрочно и вот последний срок истекает и одна из акций опустилась ниже чем купонный барьер или а защитный барьер ниже чем 65 процентов от первоначальной стоимости то соответственно то есть если акция упала на 35 процентов то соответственно мы получаем акции по той цене по которой мы купили вот ну то есть мы теряем деньги вот вот такой риск вот выплата купонов ежеквартально и так далее почему я снова и снова возвращаюсь к нотам потому что смотрите сейчас общее такое ожидание в мире наблюдается что замедление общем мировых общем мировых темпов роста экономики но для начала в америке китае рос 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 очень быстро сейчас темпы роста сокращаются но тем не менее это самый быстрый рост в мире все равно там районе там пяти шести процентов уже в год растет экономика китая растет экономика китая не падает вот в америке растет экономика там но два два с половиной процента то есть значительно медленнее естественно вот в россии вы знаете там сказать до двух не дотягиваем вот и здесь десять процентов годовых то есть вложение в акции на уже не дают такую доходность и в этой связи на первую роль выступают вот такие инструменты как но ты которые дают десять процентов практически гарантированного дохода но посмотрите сто процентов если все четыре акции выросли чем вот эти сто процентов то все мы получили десять процентов за срок владения и и вот этот вот барьер он еще и снижается если выше этого барьера все четыре акции выросли но то мы получили десять процентов за срок владения за весь но если падает то значит если сильно падает то мы можем не получить я оценю вероятность вот этого события как очень невысокую поэтому я считаю что это очень хорошее дело давайте посмотрим что написано в течение почти всего 2018 года китайский фондовый рынок находится под сильным давлением на фоне ввода сша пошлим на половину импорта из китая между тем китайская экономика продолжает сохранять высокие темпы роста ввп 6 с половиной процента годовых которые в два-три раза превосходят темпы роста но о чем я сказал темпы роста развитых стран при сопоставимой инфляцией несмотря на почти годовое давление на фондовом рынке и на курс юаня темп роста розничных продаж поднебесной остается на высоких уровнях в районе девяти процентов годовых а промышленное производство растет на 6 процентов годовых при этом введенные сша пошлины затронули лишь затронули лишь около десяти процентов всего китайского экспорта в то время как остальные 90 процентов экспорта уже сильно выиграли вот десяти проценты лак локальной девальвации юаня а в последнее время китай и сша начали искать пути выхода на новое торговое соглашение если найдут то все будет хорошо в таких условиях можно делать ставки на восстановление китайского фондового рынка китайские интернет гиганты является одними из немногих в мире которые успешно конкурируют заметно более дорогими доминирующими американскими аналогами имея сопоставимую по масштабам аудиторию и зачастую даже большую рентабельность в случае достижения договоренности о тарифах акции китайских интернет гигантов могут быть одними из первых выигравших компании включенные данную ноту находится в привилегированном положении с точки зрения международной конференции так как китайский интернет закрыт законодательно вот мвф ожидает продолжение роста ввп китая посмотрите красная это китай голубая ес синие сша вот примерно такие графики настоящий момент обзор базовых активов динамика акций alibaba и индекс msi china индекс msi вот он черный голубой это alibaba alibaba опережает индекс китайский байду байду не опережает индекс китайский давно вот и стабильно не опережает но тем не менее осуществляет деятельность в трех направлениях поисковые услуги транзакционные услуги и видеосервис это китайский поисковик байду называют китайским гуглом компания уделяет большое внимание разработкам систем с использованием искусственного интеллекта данное направление хорошо пересекать с национальным интересом кнр стать лидером в этой отрасли к 2030 году китайцы молодцы подписано соглашение с концерном volvo на интеграцию технологии apollo системы беспилотного электрического автомобиля вейбо ну вейбо очень сильно рванул вперед по сравнению с индексом китайским видите да что такое вейбо это крупнейшая социальная сеть представляющая собой смесь фейсбука и твиттера ну все китайцы там влияние вейбо выходит и за пределы китая nfl и nba завели здесь свои аккаунты чтобы привлечь интерес китайских болельщиков цензура в китае до сих пор будет способствовать подъему вейбо помимо twitter цензоры страны также блокировали youtube и instagram вот так и momo честно говоря не знаю что такое momo ну вот он опережает индекс опять же msi вот одна из ведущих мобильных социальных сетей в китае позволяющая пользователям строить и расширять сеть контактов на основе интересов и геолокации последние функции помогает определять в режиме реального времени насколько далеко расположены собеседники между собой на китай приходится сто процентов выручки momo incorporated при этом восемьдесят четыре процента выручки компании получает от сервисов связанных с онлайн видеотрансляциями низкие риски финансовой устойчивости связано с тем что у компании отсутствует долговая нагрузка отношение совокупного долга к совокупным активам составляет ноль процентов при этом компания имеет значительный запас ликвидности ну вот расчеты производились на ноль четвертое марта 2019 года при стоимости активов акции alibaba 183 88 долларов акции байду 162 09 долларов акции weibo 72 07 долларов 34 14 акции momo вот собственно говоря такое инвестиционное предложение и соответственно 10 процентов годовых ну как и прежде хочу сказать что данная нота доступна только квалифицированным инвесторам порог входа 10 тысяч евро и доходность в евро ну неслыханная 10 процентов годовых с вот теми рисками которые я оговорил надеюсь эта информация будет кому-то полезна спасибо за внимание с вами был Дмитрий Юрий пержур 30 40 22